Только удобнее и строить коммуникации с Национальным Союзом, как сейчас, ни за одним еще составом Цвета так не было, а я застала их 4, как минимум. Хотя на это мне не даст сыграть, она застала больше. По поводу тех... Она работала в Ассоциации и видела в прошлой составе. Я не знаю, что это у нее. По поводу тех инициатив, о которых говорила только что Лариса, мы прекрасно помним, как заседала рабочая группа по детям, по позначкам, когда ни одном предложении, а вот отрасль для этой общественности не принималась. Национальным советом был полный идор вообще. То есть говорить и говорить, оно нам не мешает. Поэтому давайте сослепоточимся на нынешнем, на том вопросе, который был вынесен на сегодняшнее обсуждение, и поговорим о расширении полномочий Национального Совета. Когда мы говорим о расширении полномочий, мы понимаем, что есть три варианта расширить полномочия. Расширить их в шифтах, как бы говорят, да? То есть это распространить полномочия национального совета на те сферы, которые до сих пор не находились в сфере его компетенции. Когда мы говорим сейчас о рекламе, выборах, в частности о прозорости властности, которая недавно была внесена, это тоже расширение полномочий национального совета. Моя позиция по рекламе и по выборам. Нам нужно определиться, кто более компетентно сможет контролировать эту сферу. Национальный совет или те органы, которые на сегодняшний момент это делают. Даже даже запресс, комиссия, выбор ЧТВК и так далее. Если мы принимаем решение, что это более компетентнее в этом отрасли будет национальный совет, мы должны изъять отсюда эти полномочия и полностью прописать здесь. Я считаю, что по действующему законодательству, говорить о том, что законодатель спал на УАЗе, зная нашего законодательства, я понимаю, что ничего он не имел в виду, он написал как умел. Но если толковать то, что написано на сейчас в законе, то вылика действует национального совета такая. Установить, промониторить. Уважаемый важный знак. Установить факт нарушения и передать для применения санкций тому органу, у которого есть некие полномочия. Я считаю, что это не очень эффективный порядок. Хотя, в принципе, может действовать. Но закон подразумевает такой порядок. Мы можем передать эти полномочия национальному совету, но просто он потянет ли он такую недруску. Это отдельный вопрос. По поводу полномочий, больше всего нас сейчас беспокоит индустрию, скажем так, ну, по крайней мере, нашу ассоциацию. Те полномочия, которые вошли в новый закон о по визуальной услуге, точно говорила Марьяна, сейчас балансированность, точность, требования к контенту. Понимая возоблаченность общественности в этом вопросе, тем не менее, мы не представляем, как национальный совет реально будет это делать. То есть, скорее всего, это может привести к тому, что национальный совет будет обвинять, как мы только что слышали, в цензуре, в необъективности, в упорядженности и так далее. К сожалению, эксперты, которые вписывали или инициировали вписание этих норм в закон, ну, часть из них остались неизвестными, потому что закон пришел через многие руки. Часть из них, как бы, говорят об этом. Но меня беспокоят, когда наши коллеги от учебных организаций на обсуждении публично говорят, не, ну ладно, дай национальному совету, как я полномочия. У него не справится, ну и ладно. То есть, ну не получится у него, ну и, значит, не получится, и снимем потом. То есть, если эксперт, который предлагает такую норму, уже сейчас не может объяснить, как конкретно национальный совет будет определять женсу, например, условно. То есть, здесь определяем, здесь не определяем. Как будут сыграться доказательства, как это будет доказываться потом в суде и так далее, то, наверное, тогда рамы вписывать. Вначале нужно подходы полностью продумать до конца, а потом уже их вписывать, чтобы не получилось так, что мы подставим и отрасль, и национальный совет, и в целом, и государство, которое тоже нам, в общем-то, не безразличие. Если говорить о, то есть, в данном случае я не вижу, ну вот, скажем так, острой необходимости внесения этих изменений сейчас в расширение полномочий, в шип, да, распространения их на те нормы, которые до сих пор не были в компетенции национального совета, потому что практика пока показывает, что, ну, скажем так, ни национальный совет, ни общественность пока не готовы поддерживать такие инициативы. Посмотрим, как будет дальше. Если будет позитивная практика работы, скажем, той же надлежной медиарады, посмотрим, как будут реализовываться эти решения, тогда, может быть, можно будет вносить. Хотя, опять-таки, на мой взгляд, это можно делать только в рамках со-регулирования, которое, кстати, было тоже, вспомним, все инициативы, которые были в ОБСЕ, при поддержке ОБСЕ и Совета Европы, которые благополучно заглохли еще при предыдущем составе национального совета. А теперь, что касается расширения полномочий, скажем так, вглубь, условно. То есть, дополнительное установление дополнительных санкций, например, дополнительная полномочия национального совета, которая тоже постоянно инициируется. Здесь мы тоже будем против, потому что, когда мы говорили о штрафах, штрафы отличная норма. Отличная норма при условии, что они будут вообще развязаны с попряжением. То есть, если штраф будет самодостаточен, если это будет чипно-финансовая и фискальная санкция, окей, это здорово. Есть ли штраф будет, как и раньше, то есть, попряжение само по себе, штраф само по себе и все это в целом ведет к аннулированию лицензии. Здесь отрасль никогда не поддерживает, потому что, я не знаю, как будут позиции общественности, потому что, с нашей точки зрения, ситуация, да, аннулировать лицензию очень сложно, это хорошая ситуация. То есть, аннулирование лицензии не должно быть простой повседневной практикой. Потому что это точно нехорошее состояние свободы, свободы, свободы. Нет, это очень сложное, невозможное и страшное. Да, я понимаю. Но здесь шаги должны быть очень аккуратнее. Потому что если штраф-штраф и аннулированную лицензию, а на сегодняшний момент основания для применения штрафа достаточно широкие, то я вижу, что действующий состав Национального совета еще не прочувствовал на себе, каково это бывает, когда на тебя давят со стороны, а у нас есть кому надавить, и требуют закрыть аннулированную лицензию. На сегодняшний момент давить бессмысленно, потому что Национальный совет просто не может этого сделать. Я слышала недавно дискуссию на тему, кто кому звонит и как на кого давят, и я точно говорю, почему нас еще беспокоят штрафы. Нас беспокоит практика, когда была увеличена практически сумма размер штрафов, при том, что была абсолютно негативная оценка и со стороны отрасли, и со стороны общественности. И не было практики применения этих штрафов, и не было понятно, действуют эти штрафы или нет, они не были проанализированы. Но Кадмин захотел увеличить, и увеличил, и мы очень четко прочувствовали, что отраслевой регулятор не в состоянии дать опору Кадмину, хотя это его прямая обязанность. Именно ради этого, именно ради этого отраслевому регулятору, и был от нам такой сумасшедший статус независимости, предусмотренный Конституцией, предусмотренный законом, и достаточно сложно реализуемый. И государство потратит на это время и ресурсы, потому что можно обеспечить. Еще буквально одно слово. Хорошо, давай. Вот всегда, что я слышу от представителей индустрии, это вот обеспокоенность тем, что на них надавят, их оштрафуют, их закроют и так далее. Я хочу от вас услышать когда-нибудь обеспокоенность тем, что вы нарушаете права, очень часто, ну не вы какие-то, естественно, а представители индустрии, телеканалы и так далее, нарушать права гражданского общества, права граждан и так далее. Вот что вы готовы вот искать здесь, как правило? Наталья, я вам скажу так. Меня это беспокоит, ну, поскольку я представляю интересную индустрию, то меня в первую очередь, конечно, интересует интересную индустрию, но даже с этих шкурных интересов, меня беспокоит нарушение индустрии, интересного общества, потому что даже шкурных, вот условно, индустрия, кстати, этого, по-моему, особо не понимает. Я понимаю, что это провоцирует улучшение законодательства. Вот даже такой банальный шкурный расчет. Ужесточение. Ужесточение. И провоцирует бойцов возле офисов темограммата. Да, безусловно, чем больше и чем грубее, чем более там циничными, вызывающими будут нарушения, даже если они находятся в пределах дозволя на действующем законодательством, мы прекрасно понимаем, потому что мы отслеживаем, я-то вижу, как это происходит. Вот вы нарушили, вот вы получили тот же откат. И это абсолютно всегда действует. Поэтому это меня беспокоит. И то, как мы уже сейчас инициируем со стороны... Точно так же меня беспокоит и то, о чем я говорила, то есть когда государство совершенно полностью и общество игнорирует потребности индустрии. Потому что хоть с одной стороны звучит, а давайте мы нарушим, а вы нас заставили, так и с другой стороны, говорит, нас не волнует, как вы это будете делать, выполняйте законе написано. Абсолютно, ну то есть диалога нету в принципе как заколовано. Поэтому, считайте сейчас баланс, в чью сторону ты и пошла? Вот на данном этапе баланс, нет, вот смотрите, на данном этапе баланс находится на индустрии, безусловно. Но этот баланс, Наталья, ну теперь скажите, да, вот давайте скажем только по-честному, этот баланс очень шарфный, потому что этот баланс действует до тех пор, пока действующий спецказм Совета работает так, как он работает сейчас. А это значит, не давит ни на кого, не работает под заказ и работает достаточно, то есть их в составе действующих спецказм Совета достаточно профессиональных юристов и хорошо знающих индустрии людей, в отличие от предыдущего, что приятно. Потому что в этом составе на целе нет представителей коммунальных служб и так далее. Это может измениться в любую секунду, абсолютно в любую секунду. То есть завтра проходят выборы, ну условно, да, и парламент инициирует полную, вместе с президентом, инициирует смену Национального Совета. И все рассыпается. То есть вот этот баланс, который на сегодня есть, он рассыпается, и ничего невозможно будет с этим сделать. Мы не должны сказать, что это рассыпается. Я это веду к тому, что в чем индустрия все-таки готова поступиться в варенье. И вот я вам говорю, что на сегодня я не вижу диалога и не вижу готовности к компромиссу ни в столь ни с другой стороны. Поэтому мы для себя приняли такое решение, что мы сейчас инициируем большой проект, который начнется с достаточно серьезного и широкого исследования интересов государства, точнее интересов общества, аудитории, которые на сегодня открытых, которыми можно пользоваться и оперировать не существует. Интересов индустрии, в которой мы будем задавать вопросы руководителям телекомпании. Чем они готовы поступиться, чем они не готовы поступиться, чего бы им очень сильно хотелось. Мы опять ищем для сложных проблем, пытаться найти простое и быстрое решение. Мое глубокое убеждение в том, что чем сложнее проблема, тем сложнее ее решение. И тем больше нужно потратить времени, сил, ресурсов. И только тогда получится хорошо. Мы же сейчас пытаемся быстренько-быстренько залатать какие-то дыры, не обращая внимания на то, что нитки будут торчать, что будут перекошены, и все будет криво. А вот как раз по штрафам... А, Наталья, смотрите, по штрафам никто не возражает. Возражает, мы возражаем по поводу того, что штрафы принимаются без какой-либо аналитики. И устанавливаются от фонаря размеры штрафов. Потом точно так же от фонаря, без всякой практики, без всякой аналитики, они увеличиваются существенно через несколько месяцев по инициативе Кабмина. И понимая, что инициативы Кабмина случайными не бывают, я предполагаю, что будет нарисован красивый план по штрафам. И я не уверена, что, учитывая то, что националисты... А, его не было. То есть как нарисуешь план по штрафам, если их нету в законе? Если нету процедуры... Вы уже говорите о том, что вы предполагаете, что будет штраф. Наталья, понимаете, до нашей отрасли я много лет проработала в других отраслях, и я видела, какие прекрасные планы рисуют налоговые по штрафам, пожарникам и всем остальным. Поэтому это не в моей личной фантазии. Мы прекрасно знаем, что это работает, наполнение бюджета было и остается первоочередной задачей фискальных органов всех. А штрафы, которые будут рабочие, они превращают национальный совет в полноценный фискальный орган с большими возможностями. Я очень надеюсь, что получится этого не допустить. Я очень надеюсь, что национальный совет сможет, скажем, подходить к этому вопросу достаточно взвешенно и регулировать отрасль, а не выполнять пожелания по наполнению бюджета. Но у меня уверенности такой нет. Только надежда. Поэтому по тому законопроекту, который есть, у нас в части штрафов, в принципе, серьезных замечаний нет. Кроме размеров, конечно. Вот размеры, это так. Нет, по 10, по вот этому закону, который только что, ну, по законопроекту у нас. Там как раз, да. Единственное было замечание, которое мы говорили, по переоформлению лицензии, потому что там была эта норма, ну, не поднимаясь, добавленная. Мы пришли к согласию, поэтому здесь эта проблема снята. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за просмотр! К pupilу! Продолжение следует...